с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 1 октября международный день пожилых людей когда необходимо напомнить о том что старшим нужно помогать и уважать их это день который имеет огромную важность для всего общества поэтому с 1991 года отмечается на международном уровне также сегодня международный день музыки учрежден 75 году прошлого века по решению юнеско одним из инициаторов учреждения был дмитрий шестакович композитор классик 20 века отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов в этот день звучат сочинения которые вошли сокровищницу мировой культуры также сегодня отмечается день сухопутных войск россии ну а теперь у родившихся в 1754 году у великого князя петра федоровича его супруги екатерина алексеевны впоследствии император петр 3 императрица екатерина вторая рождается сын будущий император павел первый 1904 год день рождения владимира самуловича горовица американского пианиста он родился в россии дебютировал в сша с нью-йоркским филармоническим оркестром в 1928 году выдающийся интерпретатор листа шумана и рахманинова он гастролировал по всему миру до начала 50-х позднее больше времени уделял записи редкие концертные выступления демонстрировали его не меркнущее совершенство как писали тогда газеты в 1927 году родился олег ефремов советский и российский актер и режиссер театра и кино педагог театральный деятель герой социалистического труда народный артист ссср лауреат трех государственных премий ссср и двух государственных премий россии кавалер ордена ленина ну а теперь о событиях 1815 год поэт василий жуковский 1 октября пишет своему коллеге петру вязем скому я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем пушкиным я был у него на минуту царском селе милое живое творение он не обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу это надежда нашей словесности 1908 год фактически первое в истории рождения массового автомобиля генри форд выпустил продажу первый автомобиль оказавшийся по карману большинству потребителей ford the ford на первой демонстрации был так взволнован что не смог вести автомобиль за руль сел ассистент в 1908 модель т стоила 825 долларов и за год было продано рекордное количество машин 10000 в 1912 производитель снижает цену на новый автомобиль до 375 долларов что было уже меньше среднегодовой заработной платы в сша форте сделал автомобиль средством передвижения для всех 1918 год совнарком рсфср издает декрет о призыве на военную службу бывших царских офицеров которые признают советскую власть документ содержал оговорку случае перехода указанных лиц на сторону белых их семьи будут подвергаться заключению в концлагерь или расстреливаться через год после принятия указанного декрета то есть по состоянию на 1 октября 1919 красной армии служили 35 с половиной тысяч офицеров и генералов а также около 4000 военных чиновников что называется из бывших в 1924 году открывается московский театр сатиры ныне академический в первые годы в репертуаре преобладали произведения не являющиеся пьесами в прямом смысле этого слова это были обозрения на тему политики быта пародии но уже в начале тридцатых годов основой репертуара становится бытовая комедия в 1950 в театр в качестве режиссера приглашен валентин плучик который собирает в театре превосходную труппу в ней блистали татьяна пельцер вера селева ольга россева анатолий папанов борис новиков андрей миронов михаил державин александр ширвин ты многие другие ну а с 2000 года художественным руководителем театра стал александр анатолич ширин в 1931 вводится в эксплуатацию реконструированный автомобильный завод ама в москве в день пуска завода иосиф сталин присылает приветственную телеграмму в которой пишет там где русские капиталисты могли построить автомобильные мастерские с отсталой техникой с низкой производительностью труда с варварскими приемами эксплуатации создан могучий гигант с производительностью в 25 тысяч грузовых машин ваша победа эта победа всех трудящихся нашей страны горячий большевистский привет всем строителям первого в ссср автогиганта завода ама трудящиеся горячо откликнулись на приветствие вождя и попросили присвоить заводу имя сталина но со временем по известным причинам завод переименуют завод имени олехачева в честь первого директора этого предприятия 1934 год центральное радио начинает передавать утреннюю зорьку которую позже переименуют в пионерскую 1946 в нюрнберге завершает работу международный военный трибунал 12 из 22 военных преступников приговариваются к повешению процесс стал беспрецедентным впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства обвиняемые в совершении военных преступлений и геноциде кстати само это слово тоже впервые открыто прозвучало именно там в нюрнберге 1977 пеле великий пеле оставляет большой футбол забив в течение своей спортивной карьеры 1281 гол 1363 играх в последней игре пеле один тайм играет за свой последний клуб нью-йоркский космос и один за бразильский сантос в котором начинал свою легендарную футбольную карьеру ну а в 1988 году уже футбольная сборная ссср становится олимпийским чемпионом побеждая самих бразильцев со счетом 21 1992 в россии начинается выдача приватизационных сертификатов ваучеров каждый россиянин мог себе прикупить что называется кусочек родины но стать при этом полноценными собственниками мало у кого получилось номинальная стоимость ваучера 10000 рублей исходя из оценки госимущества предприятий страны все активы подлежавшие приватизации оценивают в 140 миллиардов рублей многие россияне вообще не представляли что с этим ваучером делать бумажка какая-то цена ваучеров падала с каждым месяцем и дошла до трех четырех тысяч рублей к середине 1993 года ну и последнее сегодня отмечается всемирный день вегетарианство в 1977 году дата учредила североамериканское вегетарианское общество через год идею поддержал и международный вегетарианский союз ну наверняка все вы прекрасно знаете что само вегетарианство эта система питания исключающую потребление мяса любых животных предполагается что зародилось это движение на востоке до европы вегетарианство дошло только в 19 веке англия переняв традицию индии до сих пор остается самой густонаселенной вегетарианцами страной около 6 процентов от всего населения там же в 1847 году было основано и первое вегетарианское общество распространению вегетарианство в то время поспособствовала и эволюционная теория дарвина которая опровергала религиозные философские оправдания убийств животных к движению присоединился немецкий философ шопенгауэр считая что вегетарианец это здравомыслящая высоконравственная личность ну а бернард шоу знаменитый писатель который 69 лет из своих девяносто четырех был вегетарианцем утверждал что животные его друзья друзей не едят в россии рассвет вегетарианского движения приходился на дореволюционный период в 1909 году основано московское вегетарианское общество считается что на сегодняшний день уже каждый десятый житель планеты вегетарианец кто-то становится приверженцем отказа от пищи животного происхождения вслед за модой кто-то ради здоровья другие все же руководствуются морально-этическими соображениями но все равно выбор остается либо есть мясо либо не есть с вами был николай пивненко в проекте дата